В «Татаринформ» прошла пресс-конференция на татарском языке, посвященная подготовке проведению приемной кампании 2021 года в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета, в том числе в Высшей школе национальной культуры и образования имени Габдулы Тукая. В Институте филологии и межкультурной коммуникации три высшие школы. У каждой из них своя миссия. К примеру, в Высшей школе национальной культуры и образования имени Габдулы Тукая готовят специалистов в области татарского языка и литературы, а также английского языка, говорит Алмаз Закиров. Плюс здесь реализуются программы, связанные с подготовкой би- и полилингвальных педагогических кадров для образовательных учреждений Республики Татарстан. Уникальность вот этих программ состоит в том, что здесь обучение ведется на трех языках – на русском, на татарском и на английском, и в последующем выпускники этих программ смогут уже вести педагогическую деятельность. В Институте реализуется порядка 30 бакалаврских программ. Проходные баллы на разные направления отличаются. Более подробно их по каждому предмету можно посмотреть на сайте Казанского университета. В этом году у института выделено 460 бюджетных мест, из них 321 место бакалавриату, 139 мест на программу магистратуры. Это больше по сравнению с прошлым годом. В прошлом году у нас было 431 бюджетное место. В этом году бюджетные места прибавились прежде всего за счет того, что мы открыли ряд программ с очной формой обучения. Абитуриенты могут поступать как по результатам ЕГЭ, так и дополнительно по результатам вступительных экзаменов по отдельным направлениям. Тем, кому нужно пройти внутренние вступительные экзамены и кто претендует на бюджетные места, необходимо подать заявление до 10 июля. Для тех абитуриентов, которые будут поступать в институт на основании результатов ЕГЭ, прием документов продолжается до 29 июля. Энджеми Небаева, Виолетта Басова, Универньюз.